Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркет, составляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Отличная неделя, иначе ее охарактеризовать просто невозможно. Мы, как трейдеры, ставящие на рост риска и снижение курса американского доллара, получили, друзья, то, что хотели. Более того, есть довольно весомая причина предполагать, что подобные тенденции сохранятся. Тем более, что, оглядываясь назад на последний макроэкономический фон по США и комментарии представителей американского регулятора, голосующих членов Федрезерва и самого Джерома Паула, мы точно понимаем, что американский регулятор будет действовать пока что в соответствии с той дорожной картой, которая была анонсирована еще год назад. Никаких повышений процентной ставки, никаких сворачиваний программы количественного осмягчения. И индекс доллара сейчас котируется на уровне 91.73. Ближайшая цель, которую нам обязательно нужно делать, мы ведь хотим, если, конечно же, вы разделяете такую же точку зрения, как и я, и ставите на то, что американская валюта будет слабеть, нам нужно ломать, друзья, по индексу доллара поддержку на уровне 91.50. И я думаю, что мы сможем сделать это в самое ближайшее время. Параллельно с анализом ситуации по американской валюте смотрим на ситуацию с рынком долга США. Десятилетний трежер сейчас котируется на отметке 1.58%. Все дальше отходя от максимумов, которые были зафиксированы месяц назад на уровне 14-месячного хая. То есть 1.75 было тогда, сейчас уже уровень 1.58. И вчерашний минимум по доходности был на отметке 1.53. Я считаю, что как только американский рынок долга по доходности окажется ниже показателя в полтора процента, друзья, не будет смысла уже покупателям бороться за какую-то стабильность американской валюты и пытаться, ну, хоть что-то отыграть, чтобы впоследствии вывести индекс доллара выше. Потому что при снижении доходности американских облигаций ниже полутора процентов будет открыт беспрепятственный путь для того, чтобы индекс провалился сначала к уровню 91 и пошел уже впоследствии на обновление многомесячных-многолетних минимумов. При текущем новостном фоне я считаю, что этот сценарий является самым вероятным, самым реализуемым. И рассчитываю на то, что последующая риторика американского регулятора на фоне публикуемых макроэкономических данных, ну, риторика, я имею в виду, за позицию важности сохранения макроэкономической политики. А макроэкономические данные, они радуют трейдеров, еще больше располагая к тому, что при таком фундаменте нужно или даже глупо сомневаться в росте той же самой американской экономики. А поэтому зачем вкладывать деньги в защитные инструменты? Чего опасаться, друзья? Если будут предпосылки для того, чтобы мы снова ушли в омут проблем, связанных с ковидом, мы прокомментируем это. Я думаю, что вернемся к этой теме, обсудим ее и решим, какой сценарий является далее приоритетным. Но пока что, оценивая общие глобальные тенденции, я, как и ранее вам уже отмечал и отношусь к категории трейдеров, которые визуализируют улучшение макроэкономического глобального фона, я оптимист, считаю, что стакан наполовину полон, нежели чем пусто. И рекомендую вам, в принципе, придерживаться таких же жизненных принципов. Поэтому сейчас я за то, что мировая экономика все-таки будет восстанавливаться, за то, что индекс доллара будет снижаться, вчерашний блок макроэкономических данных, заявки на пособие по безработице и роничным продажам, как и ожидалось, не разочаровали, а стали еще дополнительным блоком данных-аргументом, усиливающим наше представление о том, что американская экономика реально сейчас на коне. Роничные продажи, друзья, плюс 9,8%. Заявки на пособие по безработице 576 тысяч. Это минимальное значение за много месяцев. Также хочу отметить, что ФРС, даже если бы на него сейчас давили, даже непонятно кто, ну, может быть, какие-то теоретические, гипотетические силы, если бы заставили ФРС все-таки пересмотреть денежно-кредитную политику и начать ее постепенное ужесточение, следствие было бы только одно. Это существенный, серьезнейший обвал американского фондового рынка, рост доходности облигаций и паника на всех финансовых площадках. Ну, разумеется, ФРС не будет собственными руками создавать сейчас такие условия. ФРС будет нас готовить к тому, как изменится монетарная политика задолго до того, как решение по ужесточению последует. Поэтому сейчас у нас нет даже намеков, друзья, на то, что ставка будет повышена, а программа количественного смягчения начнет избавлять свои обороты. А поэтому давайте работать по тренду, действовать по текущей тенденции и ставить на то, что американец будет еще ослабее. Золото. Вчерашний день вы все прекрасно видели. Быстро мы сделали нашу подкосрочную цель 1750, сейчас котировки 1763. При таком уверенном росте, я думаю, что легко можно поставить на следующий уровень сопротивления 1820-1830. И способствует такой динамике будет слабый доллар и растущие инфляционные риски. 2,6% – это текущее значение в годовом выражении общего показателя инфляции в США. 1,6% – это базовая инфляция, которая не учитывает цены на продовольственные товары и энергоносители. По прогнозам, уже к маю-июню общий показатель инфляции достигнет 4%. Друзья, нужно пользоваться случаем, и пока рынок еще дает возможность зайти по более-менее приемлемым уровням, делать это. Нефть – 67 долларов за баррель, а цель 70 уже рукой подать до нее. И остается только перечислять катализаторы для роста котировок нефти. Начнем с блока китайских данных, которые вышли. Ну, прям вот-вот. ВВП Китая в первом квартале, друзья, плюс 18,3%. Промышленное производство – плюс 14%. Розничные продажи – здесь феноменальный скачок – плюс 34%. Китай – это основной потребитель углеводородов. И простой логический вывод, что при улучшении макроэкономической конъюнктуры в экономике Поднебесной, лучше рассчитывать на то, что аппетиты будут расти, экономики – это потребует больше сырья. Запасы нефти, друзья, снизились на 5,9 миллиона. Мы это прекрасно знаем. Прогнозы Международного энергетического агентства о том, что спрос будет повышен на 230 тысяч. ОПЕК также пересмотрели рост спроса на нефть на 100 тысяч баррелей. На данный момент объемы потребления бензина в США находятся на максимуме за последние 10 лет. И выросли, точнее 10 месяцев, и выросли до 8-9 миллионов. То есть, если сопоставлять спрос на бензин с аналогичным периодом до пандемичного 2019 года, то сейчас этот спрос всего лишь на 5%. Друзья, 5% – это ведь так мало. Отстает от уровней, когда рынок не кошмарило замедление экономической активности и ситуация, связанная со распространением коронавирусной инфекции. Месяц-другой, и мы действительно увидим восстановление прежнего потребления. Тем более, что через месяц, кстати, начнется активный сезон автомобильных поездок, автомобильного трафика. Это априори приведет к тому, что спрос на бензин вырастет, начнут еще больше сокращаться запасы нефти. И мы продолжим, друзья, зарабатывать на росте котировок черного золота. Новозеландец против американца 0,71,60, цель 0,73 без изменений. Dow Jones в очередной раз обновил исторический максимум – 33,900 пунктов. Цель 35,000 остается еще меньше пунктов, но мы до нее точно доберемся. Фунт против доллара 1,3754, также целевой ориентир на отметке 1,40. Все без изменений. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели. Классных выходных и до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok